На рынке недвижимости сегодня наблюдается общий тренд. За последние несколько лет появилось много новых объектов. Например, только здесь, в районе Комаровского рынка, мы насчитали 7 торговых центров. Но всегда ли заполнены эти площади и в чем причина пустующих павильонов? Отечественные производители говорят, закрывать магазины вынуждает непомерно высокая аренда. Двери на замке не только в устаревших павильонах на улице, но и в современных центрах. Такие таблички тому подтверждение. В среднем в каждом торговом центре сейчас не занято до 20% площадей. Вакантность достигла максимума за последние 7 лет. Вот этот большой павильон пустует уже месяц. Гендиректор компании «Серж» рассказывает, пришлось закрыть свой флагманский магазин. 100 человек потеряли рабочие места. Это не единственный закрытый магазин компании. Еще в прошлые годы арендная плата составляла 8-9% от выручки. Здесь же в сентябре половину выручки мы отдали за аренду. При таких условиях работать, конечно же, невозможно. Еще год назад на предприятии было 700 человек. Сейчас мы находимся в предбанкротном состоянии и боремся за то, чтобы осталось хотя бы 70 человек. И, конечно же, я хотел бы всем, кто может оказать поддержку, чтобы это сделали, сохранили трудовой коллектив. Но здесь есть и своя правда у владельцев торговых центров. Кредиты на строительство они брали в валюте. А теперь время их отдавать. И, конечно, фиксированная ставка в евро – залог стабильных выплат в банк. Но сегодня, когда продажи падают, нужно идти на компромисс с производителями, чтобы не остаться в пустых зданиях. В качестве решения, которое могло бы улучшить положение, компания «Серж» написала в правительство предложение привязать арендную ставку к проценту от выручки. В Беларуси в основном арендные платежи валютные. Не должно быть евро в принципе по арендной ставке. Эти разговоры ведутся очень давно. И это губит частный бизнес. Письма с обоснованиями легли на стол и руководству Беллекпрома, который, как никто, заинтересован в прибыльной работе белорусских производителей. Особенно тех, чью продукцию покупают и в Беларуси, и за рубежом. Поддержку на словах получили. А вот на деле работа идет пока не так быстро. Сейчас готовится проект указа как раз с новыми подходами по уплате аренды. Но пока он не прошел согласование со всеми ведомствами. Так установить нормы предельных ставок от оборота не согласно Госкомимущества. Это, уверены здесь, породит серые схемы у недобросовестных продавцов. Сложно определить объем товарооборота. Какой должен быть объем товарооборота белорусских производителей и кто это будет отслеживать, эти показатели. Потому что арендодатель не может это отслеживать. Он не имеет права вмешиваться в деятельность арендатора. Производители на это возражают. Все идет через кассу, да и камер наблюдения никто не отменял. Плата с оборотки – мировая практика. Таким путем, кстати, в условиях кризиса, чтобы поддержать своих производителей, пошла и Россия. Там предельная ставка аренды в основном не превышает 15% от месячного оборота. Сегодня то время, когда нужно повернуться в сторону арендатора, уверены в этой консалтинговой компании, чтобы он платил с того, что заработал. Но процент должен быть плавающий. Нельзя всех подданную гребенку. Каждый оператор, у них свои обороты и свои бизнес-планы. И нельзя 15% для всех. Для входа 15% – это смерть. Они не смогут платить столько. Потому что у них очень много накладных расходов, у них много предоплаты, много подгрузки налогов. То есть это огромные цифры и 15% их убьет, их бизнес. Виктор Маргелов знает не понаслышке, как это сегодня – выживать с высокой арендой. В этом году в рублях у него она поднялась на 85%. Магазины шаговой доступности и вовсе в окрестности закрылись. Всем владельцам, как говорится, недвижимости торговой подумать об этом, пойти навстречу. Потому что сегодня не время зарабатывать прибыль, сегодня время выжить. А зарабатывать прибыль, возможно, будем уже через некоторое время. Но договориться пока получается не со всеми. Коммерческие торговые центры более гибкие. Уже предлагают арендаторам платить процент от выручки, чтобы не потерять клиентов. В государственных установлены ставки. Правда, и здесь пытаются разрулить ситуацию, ввели понижающие коэффициенты на 4 месяца. У руководства Минторга есть свой действенный рецепт разгрузки складов белорусских предприятий и открытия новых торговых точек. Министерство торговли выходит с инициативой, чтобы субъект хозяйства, независимо от формы собственности, индивидуальное предприниматель, или частное предприятие, или государственное предприятие, в случае, если будет реализовывать товар исключительно отечественного производства, то есть 100%, вот для такого субъекта устанавливать понижающие коэффициенты к ставке арендной платы. Здесь, конечно, появляется и еще один вопрос, а выгоден ли такой подход владельцам торговых площадок? И не будут ли они отказывать белорусскому производителю в сдаче в аренду, так как с него прибыль получается меньше? В Минторге считают, что все можно прописать в новом документе, и долю мест для отечественных производителей в торговых центрах, и тот же отказ от ставок в евро. Для государства желательно, чтобы арендная плата была установлена в национальной валюте. Тогда субъект, который арендует, он понимает, сколько он заплатит, когда месяц еще не наступил. Объем рынка новых торговых площадей на конец следующего года может достигнуть более полутора миллионов квадратных метров. Однако спрос на эти площади, как ожидается, будет низким. По мнению экспертов, за счет действующих в стране ритейлеров, девелоперы способны заполнить лишь часть торговых площадей. Выход привлечения в новые объекты крупных зарубежных брендов. Но следует учитывать, что они на новых рынках платят процент с оборота, а не за аренду площадей. В главном эфире Светлана Лукинюк, Дмитрий Гаркуша, Юрий Сахадзе и Владимир Тиханович.